Национальную гвардию США отправят на границу с Мексикой. Дональд Трамп утверждает, что таким образом он спасает Америку от наплыва нелегалов. Фейсбук официально признал, что в Кембридж аналитика утекли данные о 87 миллионах пользователей соцсети. Торговая война продолжается. Китай увеличил пошлину на американские товары после того, как Соединенные Штаты повысили таможенные сборы на импорт из КНР. Дело Скрипалей возвращается в Совбез. ООН предложение России по содействию в расследовании не поддержали на сессии исполкома ОЗХО. И в США вспоминают Мартина Лютера Кинга. 50 лет назад был убит один из самых известных правозащитников 20-го столетия. Дональд Трамп собирается усилить охрану границы с Мексикой войсками Национальной гвардии США. Соответствующее распоряжение уже подготовлено в Белом доме. Об этом рассказала глава Министерства внутренней безопасности Кристин Нильсон. Это ведомство совместно с Пентагоном и губернаторами штатов должны разработать программу, по которой подразделения нацгвардии будут направлены к южным рубежам США. Напомню, сам Трамп накануне объявил, что военные будут охранять границу с Мексикой до тех пор, пока там не построят стену. Эту идею 45-й хозяин Белого дома аргументирует необходимостью защитить страну от потока нелегальных иммигрантов. При этом в пограничной службе США слова президента ставят под сомнение. Там утверждают, что в прошлом году на границе поймали самое низкое число нелегалов с 1971 года. Данные о 87 миллионах пользователей Facebook могли попасть и в распоряжение британской компании Cambridge Analytica. Это официально признало сегодня руководство социальной сети. Там подчеркнули, что большая часть данных относится к жителям Соединенных Штатов. Это первое заявление Facebook, в котором администрация соцсети официально признала объем данных, попавших в распоряжение Cambridge Analytica. Напомню, что в середине марта бывший сотрудник этой консалтинговой фирмы в интервью New York Times и Observer говорил о цифре в 50 миллионов пользователей. Эти данные, по информации экс-сотрудника Cambridge Analytica, использовались для агитации за Дональда Трампа перед выборами 2016 года. Добавлю, что тогда же, в 2016-м, в интервью RTVI представители Cambridge Analytica прямо заявили, что располагают подробными данными на 220 миллионов американцев, то есть практически на каждого избирателя. Я повторю, что теперь и Facebook официально признает, да, в распоряжении британских политтехнологов попали данные на американцев, в частности, на 87 миллионов человек, а ранее сегодня администрация Facebook заблокировала 270 страниц, связанных с так называемой фабрикой троллей. Большая часть наших действий против агентства интернет-исследований до сих пор была направлена на то, чтобы они не вмешивались в выборы. Теперь мы занялись теми их страницами, которые создавались для пользователей Facebook внутри самой России. Эта организация снова и снова манипулировала людьми и в США, и в Европе, и в России. Мы не хотим, чтобы они делали это через нашу социальную сеть, где бы то ни было в мире. В заявлении Марка Цукерберга подчеркивается, что 95% контента на удаленных страницах были на русском языке. В Facebook утверждают, что у сотрудников соцсети ушло несколько месяцев на то, чтобы разыскать страницы, связанные с российской фабрикой троллей. Именно так журналисты называют агентство интернет-исследования. Напомню, что по данным РБК, эта компания связана с бизнесменом, близким к президенту Путину Евгением Пригожиным. Ему, а также еще 12 россиянам в Соединенных Штатах предъявлены обвинения в попытке вмешаться в выборы в США в 2016 году. Жертвами кибермошенников в прошлом году стали 16 миллионов американцев. Причем это лишь те, у кого были похищены данные о банковских картах. Такие данные сегодня озвучили эксперты на саммите по кибербезопасности. Форум прошел в Нью-Йорке. Главная тема – защита персональных сведений. В интервью РТВА эксперты сказали, что конфиденциальные данные могут быть украдены даже у тех, кто никогда не заходил в социальные сети. Второй риск, который растет довольно быстро, это когда открываются новые счета на ваше имя без вашего ведома. То есть эта категория тоже начала довольно быстро расти. Это из-за того, что довольно много сейчас информации было уже украдено и довольно просто сейчас создать вашу личность и пойти в банк и сказать, что я такой-то, такой-то, откройте мне новый счет. И потом пользоваться этим счетом для того, чтобы купить дом или купить машину или совершить преступление. Второй риск, который растет довольно быстро, это когда открываются новые счета на ваше имя без вашего ведома. То есть эта категория тоже начала довольно быстро расти. Это из-за того, что довольно много сейчас информации было уже украдено. И довольно просто сейчас создать вашу личность и пойти в банк и сказать, что я такой-то, такой-то, откройте мне новый счет. И потом пользоваться этим счетом для того, чтобы купить дом или купить машину или совершить преступление. Эксперты по кибербезопасности утверждают, что часто виновниками утечки становятся крупные компании. Из сотни крупнейших корпораций страны проблемы в защите информации найдены у 66. Антирейтинг возглавила одна из самых известных торговых сетей в США – Walmart. А в минувшее воскресенье скандал разразился в популярных магазинах Нью-Йорка – Саксфифт Эвеню и Лортен Тейлор. Хакерам удалось заполучить данные кредитных карт клиентов магазинов. Выяснилось, что злоумышленники отправляли письма с вирусами менеджерам магазинов и таким образом получали всю базу данных клиентов с номерами кредитных карт. Сейчас расследованием этого инцидента занимаются правоохранительные органы. Самым крупным подобным хищением, я напомню, считается взлом бюро кредитных историй – Equifax. Тогда были украдены персональные данные 150 миллионов американцев. И к другим новостям. США и Китай оказались на пороге масштабной торговой войны. Пекин объявил о введении повышенных пошлин на американские автомобили и продукцию нефтехимии. Это случилось после того, как Вашингтон опубликовал список из более чем тысячи китайских товаров, на которые также планируют повысить таможенные ставки. Действия США против Китая эксперты Wall Street Journal называют самыми жесткими с момента нормализации дипломатических отношений между двумя странами в 70-х. В настоящий момент торговый оборот между Соединенными Штатами и Китайской Народной Республикой составляет 650 миллиардов долларов. Регина Фокс о том, насколько далеко зайдет противостояние Вашингтона и Пекина. В этом торговом противостоянии с Поднебесной американцы начали первыми. В марте Трамп объявил об увеличении пошли на импорт в Америку стали и алюминия. Затем американский лидер обвинил Китай в краже интеллектуальной собственности на сотни миллиардов долларов и предупредил о введении новых пошлин на целый ряд китайских товаров. Пекин ответил поднятием тарифов на 128 наименований продукции из Америки стоимостью около 3 миллиардов долларов в год. Вашингтон, в свою очередь, объявил о введении 25-процентного сбора на 1300 товаров из Китая. Годовой объем экспорта этой продукции из Поднебесной в Соединенные Штаты составляет порядка 50 миллиардов долларов. И вот уже Пекин отвечает зеркально 25% пошлины на ряд товаров из США. И хотя в китайском списке лишь 106 американских наименований, но объем — те же самые 50 миллиардов долларов. То, что сделали Соединенные Штаты, серьезно нарушает основные принципы и дух Всемирной торговой организации. Китай немедленно переводит вопрос в плоскость урегулирования споров ВТО. При этом Китайская Народная Республика будет принимать ответные меры, сопоставимые по значимости и масштабу, в отношении товаров из США в соответствии с положениями закона о внешней торговле. Повышенные тарифы распространяются на американские самолеты и автомобили, бытовую технику и табак, говядину и сельхозтовары, хлопок, злаковые и бобы. И это при том, что Америка — крупнейший поставщик соевых в Китай. Мы должны экспортировать это из США здесь, внутри страны. Мы просто не сможем все это съесть. Сельское хозяйство не выживет, если мы потеряем возможность для экспорта. Это будет серьезной проблемой для нашего сельского хозяйства. Китай ответил Америке той же монетой, говорят эксперты, хотя многие не исключали, что Пекин признает дисбаланс в торговых отношениях и пойдет на уступки Белому дому. И вот теперь экономисты не исключают, что примеру КНР могут последовать и другие партнеры США, недовольные повышением пошлин на сталь и алюминий. Как вы знаете, есть простая иерархия интересов. Безопасность, она доминирует над политикой, а политика доминирует над экономикой. То есть экономические интересы, при том, что они важны, но политические интересы или интересы безопасности, они важнее. И Европа нам важнее, чем торговля. И для Европы мы важнее, чем торговая ситуация. Но с Китаем у нас нет военно-политических союзов. И поэтому с Китаем мы будем противостоять жестко. Первыми уже отреагировали мировые биржи. Котировки падают по всей планете. Экономисты опасаются краха на фондовых и товарных площадках. Но надежда есть. Пекин говорит, что против любого противостояния с Америкой и готов договариваться. Впрочем, Трамп считает, что торговые войны, цитата, это хорошо и США могут легко их выиграть. Поэтому пока ситуация выглядит печально, с сожалению, констатируют эксперты. Две крупнейшие экономики мира, словно два барана на мосту. Женщина устроила стрельбу в здании штаб-квартиры YouTube, чтобы отомстить интернет-компании. Пока это основная версия инцидента, который вчера произошел в Сан-Бруно, штат Калифорния. Известно, что около часа дня по местному времени огонь открыла 39-летняя Насим Аджафи Агдам. Она вела свой видеоблог на YouTube, рассказывала о фитнесе и питании для веганов на трех языках – фарси, турецком и английском. Знакомые Агдам утверждают, что в своих последних видеороликах она неоднократно обвиняла YouTube в дискриминации. Утверждала, что ее видео блокируют и не выплачивают вознаграждения за рекламу. Накануне, как утверждают в полиции, Агдам приехала в штаб-квартиру YouTube и начала стрелять во дворе здания. Сотрудники интернет-компании в панике забаррикадировались в кабинетах до прихода полиции. В первые часы после инцидента утверждалось, что среди раненых знакомы, а точнее возлюблены женщины. Однако в правоохранительных органах эту версию не подтверждают. Через несколько минут после нападения Агдам покончила жизнь самоубийством. Это новости на RTVI. Меня зовут Екатерина Катрикадзе. И мы продолжаем. Россия требует созвать открытое заседание Совета безопасности ООН по делу Скрипаля. Постпред России при ООН Василий Небензе заявил, что заседание может состояться уже завтра в 3 часа дня по времени Нью-Йорка. А сегодня инцидент в Солсбери с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль обсуждали на экстренной сессии Исполкома Организации по запрещению химического оружия. Она прошла в Нидерландах. На этом заседании Россия, Иран и Китай представили проект совместной резолюции с требованием провести открытое беспристрастное расследование покушения на Скрипалей. И обязательно с участием России. Однако этот проект резолюции не прошел голосование. Все подробности у Артема Филатова. Заседание в Гааге созывали именно по инициативе России. И Москва добивается того, чтобы российских специалистов допустили к расследованию отравления в Солсбери и в том числе предоставили доступ к пробам отравляющего вещества. Их собирали представители этой организации. Постоянный представитель России в ООН Александр Шульгин заявил сегодня, что сотрудничество Великобритании и международной организации не является прозрачным. Мы ставили задачу вывести расследование из тени на свет Божий. Вот как он описал цель сегодняшней встречи. И вот что последовало на ней. Призыв был партнером взяться за ООН. В ответ провелись в буквальном смысле мутные потоки лжи, замешанные на крутой русофобии. Понятно, с чем выступили наши британские, так сказать, позывали, не сказать, партнеры и их американские покровители, старшие братья. Этим вечером стало известно, что российская инициатива в Гаге провалилась. За допуск России к расследованию проголосовали только пять стран. Это Китай, Азербайджан, Судан, Алжир и Иран. И вот, например, позиция Великобритании по этому вопросу. Российское предложение о совместном российско-британском расследовании инцидентов в Солсбери противоестественно. Это тактика переключения внимания. И будет еще больше дезинформации с целью уйти от вопросов, на которые должны ответить власти России. Еще 1 апреля МИД России опубликовал эти 13 вопросов к организации по запрещению химоружия, в том числе о том, в каких именно лабораториях исследуют пробы, которые взяли международные эксперты в Солсбери. Ответ в Москву пришел сегодня, но конкретика есть только по одному вопросу, о ком именно, по прочему, не говорят. И уже завтра Россия намерена собрать открытое заседание Совбеза ООН по делу об отравлении Скрипалей. Можно сказать, что это такой симметричный шаг, поскольку предыдущее заседание собиралось по инициативе Великобритании через неделю после отравления в Солсбери. Именно там прозвучало выражение «highly likely», то есть весьма вероятно. Ну и в Москве на фоне развития этого кризиса, дипломатического и связанного с отравлением в Солсбери, активно и жестко комментируют ситуацию. Даже в гротескной провокации со Скрипалями, грубо состряпанной спецслужбами Великобритании и США, части европейских государств не спешит без оглядки следовать за Лондоном и Вашингтоном, а предпочитают тщательно разобраться в случившемся. Ну и добавлю, что президент России Владимир Путин прокомментировал интервью главы британской лаборатории в Порт-он-Дауне. Гэри Эткинхед сказал, что устанавливать страну происхождения новичка этого вещества его специалисты не стали, поскольку это не их задача. И это стало поводом заявить, что у Британии нет доказательств. Впрочем, министр безопасности Великобритании Бен Уоллес подтвердил, что выводы основаны не только на информации от химиков, но и в том числе на данных разведки. Россия также продолжает добиваться консульского доступа к Юлии Скрипаля на гражданка России. Но пока безрезультатно. Возможно, первой, кто сможет поговорить с Юлией, станет ее двоюродная сестра Виктория. Племяннице экс-офицера ГРУ буквально вчера выдали загранпаспорт, и она тут же подала документы на визу. А между этими процедурами рассказала нашему коллеге Сергею Морозову, что ей пообещали британские дипломаты, и планирует ли она забрать Юлию Скрипаль домой. С Викторией Скрипаль мы договорились встретиться в Москве, но произошло неожиданное. Когда она ехала на машине из Ярославля, где она живет, водителю вдруг стало плохо. Внезапная слабость, головокружение, резь в глазах. Он остановил машину на трассе. Еще одна жертва новичка. Печально шутит Виктория. Так получилось, что мы ехали в Москву, водителю стало плохо. Ну, потому что уже двое суток не спавшие. Все из-за этой ситуации. Друзья увезли водителя в больницу. Мы с Викторией продолжаем путь в Москву. Она единственный представитель семьи Скрипалей, которые вылетают в Англию, чтобы впервые после отравления повидать в палате Сергея и Юлию Скрипаль. Говорим о Солсбери. Правда ли, что в городе проживал человек, который завербовал Скрипаля работать на английскую разведку? Я проживала очень хорошо. Если это он, так, но они были друзьями. Если вы хотите узнать та фотография, которая фигурирует в уголовном деле, в первом, то это вообще фотография семейного альбома Сергея Викторовича. Я даже вам могу описать, как выглядит эта фотография. Он сидит на берегу Средиземного моря на камне в белой рубашке. У него завязана синяя кофта. Но если вы считаете, мы о нем знали все, что вот есть такой человек, вот там, 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 там. И вы считаете, что этот человек, ну если он его вербовал, если он там работал на МИ-6, ну давайте называть вещи своими именами. Вы своего куратора будете хранить в семейном альбоме? Виктория рассказывает нам, что экс-полковник Гайру в последнее время выезжал в какие-то поездки и писал мемуары. Это ей передавали родные. Сама она еще не бывала в Англии, хотя дядя Сергей звал ее туда. Он жил жизнью нормального работающего пенсионера. Тихо, спокойно. Да, он говорил, я там хожу на работу, езжу в какие-то командировки. Там еще тетя Люда была живая. Вот она делилась, что вот есть гараж, но гараж нам не нужен. Мы из гаража сделали кабинет Сергею Викторовичу, чтобы он там работал. Там вот мемуары какие-то писал. Мы в Москве. В 2.30 Виктория оплачивает пошлину и уже через час получает новый загранпаспорт в консульском департаменте МИДа. И сразу идет в английское посольство за визой. Если все пойдет хорошо, то вернуться в Россию Виктория надеется вместе с Юлией Скрипаль. Мы приехали, посмотрели, можем мы ее забрать? Не можем. Если она в здравом умеет, в рт памяти она решает за себя правильно все. Я за нее решать не могу. Если там какие-то другие проблемы, значит, будем решать другие проблемы. В британском посольстве с Викторией встретился генконсул Колин Уэллс. Он пообещал содействие? В рамках своих всех служебных полномочий. То есть вам дадут увидеться с Юлией? Не скажу. Виктории Скрипаль уже звонили из посольства России в Лондоне. Идут переговоры о том, чтобы сотрудник посольства сопровождал ее во время поездки в Англию. До отъезда Викторию приглашали еще и на беседу в Следственный комитет России. Здесь расследуют дело о покушении на гражданку России Юлию Скрипаль. И, кажется, в Англии с ней хотят поговорить офицеры Скотланд-Ярда. Собеседник Виктории в британском посольстве не стал это опровергать. Я у него спросила. Говорю, что мне говорят, что Скотланд-Ярд хочет со мной пообщаться. Он сказал, что я все узнаю. Пока Виктория не говорит, когда и на какой срок она вылетит в Британию. Пока еще никто, кроме следователей и врачей, не видел Сергея и Юлию Скрипаль после отравления. Если Юлия захочет и сможет что-то рассказать об обстоятельствах этого преступления, то, скорее всего, она откроет эту тайну именно двоюродной сестре. Сергей Морозов, Павел Ракитин, РТВА. Россия может прислать в США новых дипломатов взамен высланных из-за дела Скрипаля. Как пояснило агентство ТАСС, представитель Госдепа Москва вправе запросить аккредитацию для ДИП-сотрудников. И эти заявки будут рассмотрены. Дело в том, что о сокращении штата ДИП-миссии Вашингтон речь не ведет. Поэтому на вакантные места могут претендовать другие ДИП-представители. И при этом США исходят из того, что Россия также не урезает численность дипломатического корпуса американцев и примет новых дипломатов. Вашингтон объявил о высылке 60 сотрудников российской ДИП-миссии и закрытии генконсульства в Сиэтле. Причина – солидарность с Великобританией, которая прямо обвинила Москву в причастности к покушению на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Россия ответила зеркально. Персонами Нонграда названы 60 сотрудников американской ДИП-миссии и закрыто генконсульство США в Петербурге. К другим темам. В Риге противники перевода русских школ на латышский язык обучения продолжают проводить пикеты и акции протеста. Сегодня в центре латвийской столицы представители местного Русского Союза провели акцию под названием «Марш рассерженных родителей». Чуть более тысячи человек прошли колонны к резиденции президента Латвии, чтобы, по их словам, выразить свое презрение к лидеру страны. Он в понедельник подписал закон, до того принятый парламентом, и протестующие считают, что это новое законодательство нарушает права русскоязычных жителей. Люди несли с собой плакаты с критикой в адрес министра образования, флаг России и флаг в цветах георгиевской ленты. Во время шествия демонстранты скандировали «руки прочь от русских школ». Они уверены, что реформа образования, предусматривающая, что через 4 года все учащиеся старших классов должны будут учиться на латышском языке, неизбежно приведет к ассимиляции. И в итоге латвийские и русские не будут знать стихи Пушкина в оригинале, постепенно забудут о своих славянских корнях, а их самих невозможно будет отличить от латышей. Все это была цитата от протестующих. Однако латвийские политики, которые поддерживают эту реформу, считают, что идентичности местных русских она не помешает. Инициаторы принятия этого закона убеждают, что, я тут снова процитирую, «если мы в долгосрочной перспективе хотим получить единое, а не разобщенное государство, знание латышского языка просто необходимо». Конец цитаты. И возвращаемся в США. В американской столице и еще нескольких крупных городах страны сегодня прошли марши против расизма. Шествие приурочено к 50-летию убийства известного борца за права чернокожих Мартина Лютера Кинга. В общей сложности по всей Америке в демонстрациях приняли участие десятки тысяч человек. Он изменил жизни миллионов американцев, говорили о Мартине Лютере Кинге, участнике памятных мероприятий в Вашингтоне. Напомню, правозащитника в апреле 1968 года застрелил бежавший из тюрьмы рецидивист Джеймс Эрл Рей. После его приговорили к 99 годам тюрьмы. Многие эксперты пытались доказать, что убийство было результатом заговора, однако документальных подтверждений этой теории так и не получили. Сегодня, спустя 50 лет, выступавшие на национальной аллее представители разных конфессий говорили, что начатая Кингом борьба против расизма еще далека от завершения. Активисты движения «Жизни чернокожих» имеют значение. Потребовали от властей пресекать случаи жестокого обращения с темнокожими со стороны сотрудников полиции. Что ж, это все новости к этой минуте. Последние обновления и развития событий на сайте RTVI и в приложении для мобильных телефонов, а также на страницах RTVI в социальных сетях. Я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова